здравствуйте дорогие друзья сегодня у нас на канале михаил бородянский очень многие его ждут с нетерпением и мы очень рады его видеть у нас на канале у нас сегодня есть интересная тема причем эта тема неоднократно у нас уже поднималась и мы даже пытались что-то на нее отвечает но сегодня михаил бородянский нам ответит более профессионально и я думаю что это будет многим интересно здравствуйте михаил здравствуйте светлана и у нас зрители все время пишут комментарии где же михаил бородянский что-то его не видно что-то его не слышно вот сегодня будет видно и слышно значит давайте мы да я прочту письмо которое мы получили а вы его потом прокомментируйте значит пишет женщина добрый день согласно с вами на сто процентов сама была в сша по work and travel в 2010 году и с тех пор после возвращения домой просто грезила вернуться сначала это было просто желание я хочу в сша никакой точности и конкретики потом начала думать про варианты как попасть по work and travel путь уже был закрыт я училась на заочном а в 2010 году первый набор заочников на эту программу закончился и заочников больше не брали очень многие остались с сша 2013 года 2013 года начала заполнять анкету на розыгрыш карты 2014 году началась смотреть американских русскоязычных блогеров уже два года прошло 2013 и 2014 году заявки пролетели все эти годы были пассивным хотением вот это очень важно пассивное хотение хочу ну так не очень шевелит пассивное хотение смотрела блогеров читала формы и мечтала вот это вот излюбленная форма а уже в 2015 году поняла что глупо будет надеяться только на лотерею я начала очень активно искать другие варианты подавала заявки на различные кранты на обучение в сша нашла несколько вариантов по работе с перспективой уехать с сша вау вот как и молодец наконец уводилась с работы в начале 15 года я работал начальником отдела в банке и устроилась на менее оплачиваемую работу войти компанию для того чтобы набраться опыта и знаний сейчас 3 мая когда проверяла заявку я уже не боялась убить казно been selected потому что знала что у меня есть и другие пути и тут открывается страница с выигрышем я глазам своими поверила прыгала скакала кричала и плакала от радости я по жизни никогда и нигде не выигрываю я тоже никогда ничего не выигрываю любых акциях и лотереях на выигрыш я даже не надеялась поэтому я считаю одного желания хочу в сша недостаточно если никаких других вариантов попасть в сша вы не видите ищите другие варианты учебы работа волонтерство и удача вас заметит сама из беларуси мне двадцать шесть лет вот такое вот письмо она же давно играла если сейчас двадцать шесть она сколько лет тоже ой вы знаете у нас есть шестнадцатилетние четырадцатилетние которые просто ждут когда им будет 18 лет чтобы уже начать играть у нас очень молодая аудитория вот ну хорошо вот такое вот письмо михаил и как бы человек все интуитивно сделать правильно но одной интуиции недостаточно может быть у кого-то она не так сильно развиты чтобы интуитивно что-то сделать наверное есть какие-то вехи которые можно вполне сознательно заложить да и по этим вехам вот так вот подняться туда куда хочешь где хочешь находиться да и у меня кстати таких писем тоже есть несколько штук от моих клиентов людей которые не были моими клиентами что они много лет что-то пытались сделать то же самое с грин карты с каким-то другими задачами и ничего у них не получалось а потом что-то они у себя в голове провернули что-то изменилось выхода но прежде всего отношении из этого получились другие действия и тогда вот и удача их заметила и все сложилось поэтому да наверное есть какие-то вехи какие-то вещи которые мы можем понять и сделать по-другому и это нас приведет на какой-то более успешный путь у меня три человека которые проходили мой тренинг вот выиграли грин карту почему-то это связано именно с лотереей и я знаю людей которые тоже или грин карту выиграли или какой-то еще получили очень удачный вход в америку люди которые не учились у меня вовсе но когда я спрашивал а что изменилось что вы сделали после скольких-то лет неудач они мне говорили очень похожие вещи на те что вот я собираюсь сегодня рассказывать поэтому для кого-то это дается интуитивно изначально кто-то изначально живет очень в контакте в согласии с жизнью и понимает как правильно действовать и как правильно к чему относиться и такому человеку везет но таких наверно все-таки меньшинство кто-то на этот путь выходит сам после скольких-то лет неудач а бывают самые разные неудачи в разных вещах мы же только сейчас говорим про иммиграцию есть люди у которых не складывается рождение ребенка у пары и много лет и они делают ЭКО и ЭКО не складывается тоже и снова и снова а потом раз сложилось и у них что-то тоже поменялось я тоже такие случаи знаю да и есть люди которые поступают в институт куда-то много лет и все не получается а потом получается и вот меня всегда интересовало а что у них поменялось то в тот момент что за поворот произошел в их голове перед тем как жизнь перевернулась и вот я бы сегодня это сделала мне кажется здесь одна важная штука такая базовая в нашем отношении к жизни есть такие два полярных способа два полярных подхода есть люди которые считают что они сами двигают пространство двигают жизнь своими усилиями то есть чем больше усилий предпринято тем больше вероятность успеха такие люди продавливающие жизнь они убеждены что все зависит от них они не верят в удачу не верят в судьбу и когда я про эти вещи рассказывал очень часто отзывы приходят да что все там про какую-то магию да вот надо делать и делать и вот и будет это одна крайность есть другие люди которые наоборот они верят в судьбу и говорят ну значит нам не судьба ну вот была бы судьба значит сложилось бы не судьба но не судьба мы можем еще пять раз играть лотерею десять раз пытаться там ребенка родить пятнадцать раз что-то еще делать ну подарит жизнь нам успех какой-то значит повезло не подарит не повезло другая крайность а хорошо бы в этом месте найти баланс и четко понимать что я делаю то что я могу я что-то у себя в голове провернул я изменил свое отношение я на базе этого отношения построил какие-то другие действия кстати вот в вашем письме там же смена отношений до свежих начально была смена отношений а потом уже новые действия и прочее вот я все это сделал что я мог внутри себя сделал какие-то минимальные очень точечные правильные действия а дальше я ситуацию отпустил жизни и дал жизни сделать ее ход это как шахматная партия вот мы сидим за за доской у каждого есть своя свое время и мы некий ход обдумали мы сделали этот ход потом мы нажали кнопочку на часах и мы передали ход партнеру и это уже не наше время и вот этот баланс он ко мне пришел после сорока если честно столько после 40 лет я начал понимать вот где моя часть а где часть уже которую я отдаю жизни и для того чтобы жизнь провернулась нужную сторону конечно очень важна моя часть вот это вот ощущение да есть это и есть то и и правда где-то посреди да сделать что-то и отпустить а люди или что-то делают или отпускают а вот чтобы так и так это редко бывает вот эта штука важная прежде всего ну и потом я хотел сказать что если человек в принципе играет в лотерею в ту же самую грин карту тот человек принимает ту модельку которую мы с вами обсуждали по моему год назад модельку что есть разные линии жизни если человек надеется на выигры что он предполагает что есть линия жизни где он не выигрывает и есть линия жизни где он выигрывает иначе какой смысл тратить там время заполнять эту анкету и получается что есть какой-то переход на линию жизни более успешной для нас он такой малозаметный он непрозрачный его не объяснишь логикой цифрами но мы все чувствуем что он бывает и поэтому как раз вопрос а как мы на эту линию жизни можем сместиться и что можем делать в отношении нашей глобальной мечты и цели любой цель отдать долги кредиты родить ребенка найти близкого человека и построить гармоничную семью переехать в америку ну так далее самые разные глобальные цели они все по одному алгоритму или осуществляется или блокируются очень часто блокируются и когда я читаю письма от разных людей про разные задачи я вижу те же самые ошибки вот давайте мы сейчас эти три основные ошибки и разберем первый момент это вопрос про цель когда человек спрашиваешь а какая у тебя цель что ты хочешь то процентов семь из пять ответов которые я слышу я понимаю что эта цель не будет достигнута она не может быть достигнута не потому что она какая-то плохая нечестная еще что то она сформулирована так что она не может быть достигнута и я вижу что человек который такую цель перед собой держит перед глазами он идет немножко не туда он идет все время но рядом что ли с основной дорогой по некой тропинке а там выхода нету и идея вот переформулировать свою цель не просто в словах переформулировать немножко поменять внутреннее представление она иногда является ключевой чтобы у человека стали другие события происходить как люди ставят цель хочу уехать в америку хочу выиграть грин карту хочу получить там еще какое-то разрешение вид на жительство и прочее эти цели не сбывают чаще всего вот так поставлены почему потому что это не совсем цели это скорее средства вот есть очень четкое разделение что есть цели что и средства и много разных книжек написано эту тему если мы стремимся к тому что является средством мы никуда не придем и у меня есть простой алгоритм как вообще понять то о чем ты думаешь что да о чем ты мечтаешь это цель или средства инструмент такой очень простой вопрос который мы сдаем сами себе а зачем тебе вот когда человек говорит я хочу выиграть грин карту я спрашиваю а зачем тебе ну чтобы уехать в америку а зачем тебе ну чтобы еще чего то а зачем тебе и в итоге мы упираемся во что-то хочу ну как но это же так здорово я это хочу вот мы упёрлись в то что надо это касается любой цели касается финансов хочу так говорит что я хочу там найти другую работу а зачем тебе что больше зарабатывать а зачем тебе чтобы отдать долги а зачем тебе чтобы финансово свободно а зачем тебе чтобы путешествовать а зачем тебе ну как это же так здорово путешествовать. Вот куда мы пришли. То есть на самом деле перед нами стоит длинная цепочка средств, и мы фокусируемся на этих средствах, мы их обозначаем как свои цели, мы о них думаем, но это не то, что нам нужно, это не есть наши цели, это не превращает нашу жизнь в праздник, это лишь путь к цели, это средство. Поэтому вот то, чем я всегда пользуюсь для себя и для моих клиентов, это вопрос, а зачем тебе то, что ты ставишь как цель? Если ты легко находишься ответ и говоришь для того, чтобы это, для того, чтобы это, то значит речь не о цели вовсе, а речь о средствах, и тогда энергия идет не в ту сторону. И когда ты проанализировал так свои основные цели и в этой цепочке уперся в конечный пункт и сказал, ну как же, я просто этого хочу, меня от этого прет, это превратит мою жизнь в праздник, ну еще что-то, вот такие вещи, которые, ну уже не ответить на вопрос, то значит мы в этом рассуждении дошли до цели, и это ключик, это ключик. И дальше можно уже эту цель сформулировать, и в ней гораздо больше энергии. На эту цель нам легче там создавать целевой слайд, создавать какой-то коллаж в голове, еще что-то, а не думать правильно. И эта цель ближе к жизни, она ближе к нашей душе, потому что мы правда хотим все жить там счастливой жизнью, путешествовать еще чего-то, реализовывать себя и так далее. Но получение грин-карты, это не то, ради чего у нас жизнь создала, не то, ради чего мы появились на свет, поэтому вот первая штука, это переформулировка целей и уход от средств в начальном этапе. Второй момент. Когда мы начинаем уже приходить к настоящим целям, у нас сразу есть внутри вопрос, так, а как я смогу получить? А у меня есть для этого средства, а у меня есть для этого возможности? Ой, надо столько денег, ой, а тут вот значит на канале сказали, что для того, чтобы вот это, мне нужно это, это, а у меня что-то нету, и все, и сразу руки опускаются и так далее. И вторая очень частая ошибка, которую делают люди, это смешивают мысли о целях и о средствах. Вот я привожу простой, может очень примитивный пример, это приготовление яичницы. То есть мы сначала разбиваем яйца, а потом мы жарим яичницу. И мы это всегда делаем именно в таком порядке. И никогда не в обратном, и никогда не вместе. То есть мы не бьем яйца на сковородке. Бывало у вас такое, да? Я видела, как люди это делали. Ну вот мы видели, как люди здесь сшиваются. Поэтому разделение должно быть предельно четкое. В момент постановки целей, в момент определения своих целей, в момент, когда вы спрашиваете себя, что я на самом деле хочу, никаких мыслей о средствах быть не должно. Вы об этом подумаете через пять минут, через десять минут обязательно подумайте о средствах. Но в момент постановки целей мысли о средствах только мешают. Их просто нужно вот разделить. Я сначала раскрываю яйцо, потом жарю яичницу. И тогда мы более чисто ставим себе цели. И когда уже на следующем этапе мы переходим к размышлениям о путях, о средствах, это уже другой подход. У нас уже есть вектор, направленный куда-то четко. И к этому вектору подбираются какие-то средства, инструменты и пути, если мы эти два процесса не смешали. Поэтому инструмент здесь следующий. Это разделить постановку непосредственно цели самой и размышления, обсуждения и поиск средств для нее, чтобы они не шли вместе. Вот так. Дальше двигаемся? У вас есть вопросы? Нет, на самом деле, вот смотрите, мы двигаемся точно по этому письму, что девушка сначала она просто хотела. То есть у нее была просто какая-то мечта непонятна, чем обусловлено ей просто хотелось. А дальше она поняла, что нужно средства искать. И вот эти средства она стала потихонечку двигаться по разным самым направлениям. Тут она и что наделала? И с работы ушла. Она тогда про работу искала. Да, да, да. Я как раз по этому письму мысленно и двигаюсь, когда я вот эти все вещи рассказываю. Я так представляю, мы сейчас дойдем до ее, ну скажем так, последних этапов. Ну давайте дальше тогда, да? Да. Значит, следующая штука, которая в разных методиках называется целевой слайд или представление о цели или картинка будущего. То есть то, что мы представляем, когда думаем о нашей цели. И вот здесь тоже есть одна очень частая ошибка. Это когда человек представляет себе, ну с той же самой грин-карты, это вот открытие экрана, где написано, что вы выиграли. О чем ты мечтаешь? Я мечтаю выиграть грин-карту. Ага, что ты представляешь? Я представляю, как я открываю монитор и вижу там вы выиграли. Ну все, ну сиди тут еще лет пять-десять на своем месте и мечтай, да, жизнь вот в этом месте. Значит, о чем ты мечтаешь, когда женщина много лет не может ребенка родить? Я мечтаю там зачать ребенка. А как ты видишь целевой слайд? О, я вижу две полосочки. Ну молодец, давай, еще мечтай до старости, да? Это место, оно во многих методиках не прояснено достаточно. А что за картинка, которую мы можем представлять, чтобы наша цель действительно стала двигаться, чтобы жизнь в этом месте была нам союзником. И это не та картинка, когда вот экран появляется, потому что вообще выиграть это не цель, да? Конечно. Я обычно советую следующим образом. Вот представьте, что ваша мечта сегодня исполнилась. Ну например, вы сегодня приехали в Америку. Мы же говорим не про получение грин-карты, а мы говорим про уже там приезд какой-то. Да. Или вы сегодня там родили ребенка, родили ребенка. Потому что с ошибочной целью зачать ребенка, даже если много лет не получается, приходим на цель родить ребенка. Или отдать какие-то страшные кредиты и долги. А цель там вот финансовая свобода на самом деле. И вот вы сегодня отдали последний долг, вы сегодня обрели финансовую свободу, вас так вот распирает, все горит, хочется петь, плясать, по улице бежать. И вот этот день люди представляют как целевой слайд. Не работают. И спуск с трапа самолета в американском аэропорту, если его представлять как целевой слайд, не работает. Там слишком много эмоций, там слишком много энергии, значимости, я сейчас про это отдельно скажу. Не работает. Поэтому представляете этот день для начала, а потом отматываете дальше полтора месяца, два месяца. И представляете жизнь уже в тот момент, когда полтора-два месяца прошло. А лучше еще когда на работу устроился, это еще даже лучше. Ну, там можно разные цели ставить, да. Может я вас удивлю, но не каждый, кто хочет жить в Америке, мечтает устроиться на работу. Так что, да, давайте. Да, здесь и на вэлфире неплохо живу, да. Да, поэтому каждому свое. Но действительно, да, если есть цель устроиться на работу в Америке, а очень много таких целей, мне присылают клиенты на тренинге, списки своих целей, там по 40 штук каждый. И человек у меня 40 в группе, вот я их, значит, читаю все. И там написано, цель устроиться на работу в Америке. Вот я это сижу и представляю, не работает. Значит, вот представьте, что прошло уже полтора-два месяца с момента, когда эта цель состоялась, некая картинка. Вот эта картинка в наших мыслях, если будет крутиться, это гораздо более насыщенный целевой слайд. Он сфокусированный, он очищенный, что ли, от адреналина первого дня, от вот этой вот сверхрадости достижения цели. И вот эта картинка работает гораздо лучше, потому что она ближе к жизни, потому что это уже такой момент дальше продолженный. Следующий инструмент это анализ вот своего целевого слайда, а что я представляю, как ситуацию, достигнутой моей цели. Правильно ли это картинка, да? Во-первых, цель ли это была у нас в начале, а сейчас та ли это картинка. Вот выправить ту картинку, которую мы представляем. Кто-то ее представляет в визуальном виде образа, визуального. Кто-то ее представляет ушами, кто-то носом, да, ну чем угодно. То есть теми модальностями, которые для человека важны. Я когда представлял себе мой новый дом, я видел, как он выглядит. Я, ну мысленно представлял, да, я чувствовал, какой в нем запах в разных местах. Как пахнет гостиная, как пахнет спальня, как пахнет на кухне, как пахнет туалет. Я слышал звук моих шагов по этому дому, открывающиеся двери. Я чувствовал ощущение кожи, когда я прислоняюсь к дверям к разным местам. Какие-то киноэстетические ощущения. Вот получается такой наполненный целевой слайд. Но это была картинка не про день, когда я получаю ключи от дома и когда я в него въезжаю. А это была картинка про то, что уже полтора-два месяца прошло. И вот она работает гораздо лучше. И последняя штука, очень хорошо описанная в этом письме от женщины, это важность цели. Да, это самое главное, наверное. Да, про это тоже написано миллион книг на разных языках. И каждый тренинг, даже от ленивых, он про это говорит, что надо важность цели уменьшать. Это хорошо сказать. Отпустить, отпустить надо. Отпустить, да, да. А когда женщине уже к сорока, а детей нет, как ей отпустить цель, что она хочет ребенка или еще что-то. Как ты сидишь, понимаешь, скоро выйдешь из того возраста, когда тебя готова взять в Америку на работу. Как тебе сбросить важность цели, а ты уже седьмой, восьмой год это делаешь. Поэтому это звучит просто, а делается это не всегда просто, но это всегда делается. Это всегда возможно сделать. Иногда за день, иногда требуется пару недель, чтобы снизить важность цели. Но это, скажем так, заключительный аккорд, который запускает как раз процесс. Мы поставили правильно себе цель, это не средство. Мы очистили от шелухи, мы создали правильный целевой слайд, и мы готовы уже сказать, что я сделал все, а теперь очередь жизни. И последнее, что можем сделать здесь, это снизить важность цели. И женщина очень хорошо нашла интуитивно, как это сделать. Она нашла другие варианты какие-то просто. Да, она стала искать другие варианты. И она не фокусировалась на конкретном средстве, заметьте. Выгрыш грин-карта – это средство. И что такое убрать фокус внимания со средства? Это расширить диапазон средств. У меня одна цель в данном случае, она четко определена для меня. А средства к ней могут быть любые. Я готов рассматривать и это, и другое, и мне известное третье, и мне неизвестное четвертое. То, что жизнь подкинет. Я готов на это посмотреть. И получается, что у нас нет фокусировки на средствах, а мы смотрим на цель. И это правильная позиция. Так вот, снижение важности цели может достичь разными способами. Самый оптимальный из них – это так называемый запасной вариант. Это тоже картинка, в которой мы рисуем ситуацию, что цель наша не достигается пока. В этом году я, опять же, не выиграл грин-карту и не получил другое предложение из Америки. И, в общем, не состоялся мой переезд. На этот раз очередное ЭКО не состоялось. И опять мы сидим у разбитого корыта. Вот эта ситуация. Я не смог отдать долги через две недели, как мечтал. Это трудно. Иногда ощущение, что это нас прибивает. Грустно, да. Как представишь запасной вариант – ну все, тебя это прибьет, будешь лежать такой без Америки, без детей, в долгах, с плохим здоровьем, еще с какой-то фигней. Это прибивает на момент, когда мы начинаем об этом думать. И нормально, что это прибивает. И нужно через это три минуты пройти и сказать, да, меня сейчас прибивает. Я сейчас этот вариант разработаю. Потом я его уберу в задний карман. А как запасной вариант? Вот у этой женщины были вполне позитивные варианты, просто другие. Почему он должен обязательно прибивать? Совершенно не обязательно. Просто другие. Вот хорошо, вот думаешь, окей, по этому варианту я сделал все, что мог. А что еще? Я могу вот тут сюда подсуедиться. И он не такой плохой, не такой печальный. Он не такой плохой. А какой запасной вариант у женщины, которая делает шестой раз ЭКО? Кстати, у меня на эту тему очень есть пример, просто нормальный. У меня приятельница, она действительно очень долго не имела детей. И они уже искусственное благотворение назначили. И она мыслями уже пришла, что вот она будет делать искусственное благотворение. И когда она туда пришла, она уже была временная. Да, да. Вот это типичная. Она взяла запасной вариант, что они сами ребенка родить не могут. Да. И для пары, которая хочет родить ребенка сама, без медицины, это все-таки запасной вариант. Поначалу это тяжело представляемо. Ну, уже они попробовали, попробовали, недолго ли получалось. Да, какой запасной вариант, когда седьмое ЭКО не состоялось? Какой запасной вариант? О, из детдома взять, например. О, вот вы скажите паре, которая сначала много лет сама пыталась, потом седьмой ЭКО делает, возьмите из детдома. Да. Понятно, что они об этом тоже иногда думают, но пока эту идею откидывают, и для них это минусовый запасной. Это минусовый, но это запасной, тем не менее. Это запасной. Причем очень часто бывает, когда уже взяли из детдома, потом уже беременность. Да, а потом расслабились. Важность-то ушла. Да, да, да. И все, да. Поэтому запасной вариант, он действительно минусовый. Не нужно себя загонять вот в какой-то, ну все, значит, я никогда не буду жить в Америке или где-то еще. У меня никогда не будет детей, я никогда не отдам долги, и я лучше пойду и повешусь. Не об этом речь идет. Речь идет о том, что вот в ближайшее время, когда вы мечтаете, чтобы ваша цель состоялась, она в этот раз не состоится. Вы, возможно, в очередной раз столкнетесь с тем, что здесь неудача. Вот это запасной вариант, да. И его нужно для себя обозначить, его нужно назвать как-то, как это звучит, да. Его нужно расписать достаточно подробно для себя и представить, как я в этом варианте, что я делаю, как я существую в этом варианте. Я пробую играть еще в лотерею, или я ищу варианты устроиться на работу, или, а дальше по списку вот то, что делала ваша женщина в плане этой цели. То есть она представила себе разные варианты, она стала в эту сторону что-то делать, причем действия были, мне кажется, гораздо более точечные, осознанные и прямо нацельные, чем до того. И у нее немножечко снизилась важность даже не цели, а вот этого, средства ее про лотерею. И жизнь привернулась. И жизнь привернулась именно в эту сторону. Она могла привернуться по-другому. Она могла получить предложение по работе, что-то еще, могла выиграть грин-карту. Она выиграла грин-карту, один из вариантов. А какая разница? Если уже мы с целью убрали фокус внимания, она получила то, что она хотела и двигается дальше. Поэтому запасной вариант очень хорошая и важная штука в плане движения к нашим целям. Да, это отдельный инструмент, очень хорошо здесь расставляют по своим местам. Только не нужно его фиксировать и думать о нем с утра до вечера. Я его представил, обозначил, прорисовал и убрал на какое-то время. Потом нужно его восстановить в памяти. А дальше есть основная цель, есть целевой слайд и прочее. И вот всегда вопрос такой, да, ну а как мы управляем выигрышем в лотереи? Ну это ж выигрыш, это ж судьба. Это судьба и это выигрыш. И это, скажем так, это ход жизни, это не ваш ход. Это не вы провернули вот эту вот рулетку в ту сторону, чтобы ваш шарик оказался на нужной цифре. Нет, это провернуло жизнь. Но вы для этого сделали очень много. Вы сделали для этого определенные конкретные вещи, по определенному алгоритму. И вы знаете, что вы сделали все, а дальше вы отдали ход жизни. Если вы сделали все правильно, это не гарантия выигрыша, это все равно лотерея. Иначе это называлось бы не лотерея, а покупка у жизни удачи за какие-то правильные действия. Там нет купли-продажи. Но есть адекватный ответ. Адекватный ответ жизни выглядит следующим образом, если сделал все правильно. Или жизнь нам дает то, что мы хотели, или жизнь нам дает очень четкий указатель, знак на то, где мы или ошибаемся, или где-то запутались в целях, или повернули не в ту сторону. Здесь не бывает пустоты. И поэтому я считаю, что ответ от жизни, он всегда правильный, если мы его готовы прочитать. Вот у нас с вами была когда-то передача про знаки, мы тогда, помнишь, снимали? Что-то, как некие указатели, знаки, как язык, на котором с нами разговаривает жизнь. Также и здесь, если мы сделали все правильно, и мы не получили пока достижение своей мечты, то мы получили очень четкий ответ, где что можно подправить. Иногда это коррекция нашей цели, иногда это коррекция еще чего-то. И я вот за те 22 года, что работаю, я учился и немножко научился эти ответы считывать про себя и про клиентов. Про себя, кстати, сложнее считать, потому что себя-то за локоть не укусишь. Со стороны это гораздо лучше видно. Когда человек получает некую ситуацию, нереализация его мечты, что в этой ситуации? Какой указатель, какой знак? Это всегда очень интересно. Бывает такого, что человек все сделал, он не получил ни реализации мечты, ни знака. Но это всегда обоюдный процесс. Мы находимся с жизнью в диалоге. Это не монолог, что мы тут что-то стараемся, стараемся, делаем, а жизнь молчит такая, обрыв связи. Так не бывает. Что вы так призадумываете, Светлана? Нет, я просто думаю, вы все сказали? Я пока сказал то, что хотел. Давайте продолжим. Да, но смотрите, на самом деле, вот я во жизни какие-то цели ставила себе, да, совершенно, в общем-то, не, наверное, неправильно. Ну, буквально на таком уровне, а хорошо бы, хорошо бы, вот что-то такое. И оно проворачивалось. Ну, опять же, на разных этапах жизни цели были большие, цели были маленькие. Может быть, сейчас они такие поменьше, когда-то были большие. Вот, но не знаю теории на тот момент. Как умели, как умели, так и ставили. Но, действительно, жизнь проворачивалась сама и, действительно, она давала какие-то варианты. Да. Вот. И это правда, и я тоже понимаю сейчас, что если делать все более грамотно, да, вот как написано в этом письме, как вы говорите, то, наверное, шансов на успешное разрешение вот этих вот целей, наверное, становится у людей просто больше. Действительно, они как-то перескакивают на другую линию. Вот, ну что ж. Да, это статистически, ну, уже выверенная вещь, что невозможно гарантировать себе выигрыш ни в лотерею, ни в чем. Невозможно запланировать себе удачу. Но увеличить свои шансы и понимать, как ты это сделал. Да. И повторить потом то, что ты сделал. И знать, какими инструментами ты это сделал, это можно. А знаете, что еще потом можно? А потом можно своих детей научить действовать так же. Вот это очень важно. А с какого возраста их начинать? А? С какого возраста? На разном уровне. Начиная с 5-6 лет, просто немножко по-разному говорить о некоторых вещах, по-разному обсуждать события. Ну, это интересно. Мне это интересно. А что это? Да, да. Я сейчас, когда веду тренинги, я всегда говорю, что, дорогие мои, вот вы в тренинге участвуете, но вы слушаете не двумя ушами, а как минимум четыре. Потому что вам нужно не только для себя это взять, не только самим освоить там 28 инструментов, которым я учу. А вам нужно научиться передавать это своим близким, своим детям, чтобы они уже с ранних лет с жизнью взаимодействовали чуточку по-другому. Чтобы у них такая вот тотальная неудача, неуспеха была вообще в жизни незнакома. Чтобы они понимали, что да, можно жить и так, а можно жить и по-другому. Ну, в общем, да, да. Передаваемость вот этих вот инструментов, навыков, она сейчас очень важна для меня, когда я провожу свою обучающую программу. Ну, да, да. Нет, ну вообще хочется, чтобы дети вообще своей жизнью управляли, да, в той мере, в которой это возможно, конечно. А потому что мы их учим обратно, мы так невольно. Да, да. Ну что же, я считаю, что у нас такая после долгого перерыва плодотворная беседа заставилась фактически почти на 35 минут. Вот так вот. Да, давайте мы скажем, где можно почитать поподробнее. Да, конечно, конечно. Вы ссылочки же под видео у себя разместите. Мы дадим, да. Да, да. У меня на сайте psi8.ru выложены первые четыре главы моей книги, которая называется «Управление будущим». Эта книга должна выйти в свет в начале 2017 года. Вот, она будет только по подписке. Там есть на сайте, кстати, форма предзаказа книги. Она не будет просто продаваться в магазинах, она будет отправляться только тем, кто подпишется. В любую страну, в любой город это там можно сделать. И там в этих четырех главах описаны первые инструменты с примерами практичные, можно вот их почитать и использовать. Ну и есть тренинги мои разные, в том числе онлайн программы на эту тему с инструментами, где мы учимся на конкретных примерах. Да, если кто-то хочет поглубже разобраться, то всегда есть возможность как-то спросить, задать конкретные вопросы тоже. Да, да. Если будут вопросы и продолжение темы, можем встретиться еще раз и обсудить, как двигаться, может быть, взять несколько конкретных примеров. И вот по тому алгоритму, что мы с вами сегодня наработали, и рассмотреть тоже, да, такие письма. Что человек делал не так, где были ошибки, что можно сделать по-другому, что можно подправить, и это правда запускает интересный процесс. Да, поэтому мы всех приглашаем в диалогу. Да, да, давайте включим. Мы всегда очень открыты к диалогу, мы немножко меняем сейчас тематику канала, и вот такие диалоги нам интересны. Да, хорошо, нам тоже. Ну, хорошо, ладно, спасибо вам большое, скажем всем пока-пока. Да, пока-пока, до встречи, всего доброго. До свидания.